МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грабителю не удалось, его задержали. Видео с камер наблюдения стало доказательством. За разбой с применением оружия иркутянину грозит до 10 лет. Здравствуйте, это новости по будням. Подробнее о событиях, которые произошли в регионе, узнаете в ближайшие полчаса. Центральные темы выпуска обозначат мои коллеги в коротких анонсах. В Иркутске следователи ищут организаторов стихийной свалки на берегу реки Ушаковки. Кто мог практически в центре города бросить горы отходов? И почему те, кто утилизирует мусор, где придется, часто остаются безнаказанными? Расскажем сегодня. Сегодня узнаем, почему в Тулуне из общежития выселяют сразу 30 семей. Многие из них преподавали в педагогическом колледже, за что и получили жилье. Теперь люди могут оказаться на улице. На улицу и за город летом все чаще стремятся иркутяне. Однако теплый сезон таит в себе немало опасностей. Как их избежать, расскажем через несколько минут. Сколько сотен чебурашек заставило жителей Братска масштабно удивиться? И какое отношение «Орел» имеет к аэропорту Киренска? Объясним в рубрике «Повесточки». Но начнем выпуск с другой информации. От капризов природы серьезно пострадали жители Нокутского района. Ливень, ветер и крупный град обрушились сразу на несколько населенных пунктов. Льдинки Ратмиром с Виноградину засыпали дороги и побили насаждение. Град длился около 30 минут, а дождь затянулся на пару часов. Из-за обильных осадков ветра произошло частичное отключение электричества как минимум в двух поселениях – Шарагул и Татхал-Ангой. Молния ударила прямо по парковке в одном из поселений. Кроме того, подтоплены местные сельскохозяйственные поля. Вода частично размыла дорогу на двух участках между поселком Целинным и селом Нокуты. Последствия стихии еще устраняют. Там с дорожниками поехали в направлении двух населенных пунктов. Должны осмотреть, дорожники должны принять решение. Там, я так понимаю, с полей, когда вода шла вместе с землей, и по пути захватила там какие-то дозди маленькие, траву, это все нанесло на дорогу. И вот надо почистить, нарезать заново куветы, новые водоотводные канавы. Потому что это все было занесено илом и водой с землей. Ущерб по сельхозникам, он еще уточняется. Но по некоторым данным пострадали несколько фермеров. А вот в областном центре дорога исчезла не по велению стихии, а силами людей. Ее просто завалили мусором. Несанкционированными свалками в областном центре никого не удивить. Однако это попало в поле зрения главы Следственного комитета. Заставить ли чиновников подобное внимание убрать гуру мусора, знает Ксения Бутина. Догадаться о том, что здесь когда-то был проезд, можно только по знаку уступить дорогу. Сейчас все пространство занимают бетонные блоки, покрышки, строительный мусор. И все это практически в центре Иркутска, прямо на берегу Ушаковки. Первый раз надзорные органы потребовали от городских властей ее убрать еще полгода назад. В адрес администрации города Иркутска было внесено представление об устранении нарушений закона. Однако действенных мер администрации не было принято. И в декабре 2023 года нами в суд было подано исковое заявление о ликвидации данной несанкционированной свалки к администрации города Иркутска. В настоящее время данное исковое заявление находится на рассмотрении в суде. Пристальнее рассмотреть свалку в черте города потребовал руководитель Федерального следственного комитета. Александр Бастрыкин поручил главе регионального следкома доложить, почему за шесть месяцев куча мусора так и не исчезли. Впрочем, подобные места скопления хлама, по словам экологов, для Иркутска не редкость. И зачастую убирают их силами волонтеров. Хотя теоретически владельцев отходов установить можно. Лучше бороться с причинами, чем со следствиями. При нынешних условиях, когда у всех есть те же смартфоны и другие способы зафиксировать все это, не проблема. Это первое. Нужно разобраться, что это за мусор, чей он. А это можно действительно выяснить по тем же QR-кодам, чекам, упаковке и так далее. Ну а кто стал основателем этой свалки на берегу Ушаковки, предстоит узнать следственному комитету. Пока сотрудниками начата проверка по данному факту. Ждать придется. И решение суда. Ксения Бутина, Виктор Черкашин, Андрей Назаров. Новости по будням. Еще одну проверку проводит прокуратура в Шелихове. Там две десятилетние девочки получили травмы на качелях. По предварительной информации, оборвалась цепь, на которой подвешена конструкция. Детей доставили в больницу. А накануне в этом же городе в ДТП погиб подросток. На трассе легковушка, в которой находился ребенок, столкнулась с грузовиком. Шофер фургона рассказал, что решил обогнать большой груз и выехал на встречку, где столкнулся с легковым автомобилем. 13-летний мальчик, находившийся в салоне малолитражки, погиб на месте. 36-летний водитель получил множественные травмы. Сам предполагаемый виновник сообщил сотрудникам госавтоинспекции, что вечером употреблял алкоголь и плохо выспался перед рейсом. Еще один 13-летний подросток пострадал в ДТП, но уже в Черемхове. 33-летний водитель иномарки сбил школьника, когда последний переходил дорогу в неположенном месте. Он выбежал из-за стоявшей на обочине машины, шофер затормозить не успел. В результате аварии ребенок получил травмы, его госпитализировали. С начала текущего года на территории Иркутской области произошло 149 дорожно-транспортных происшествий с частью несовершеннолетних, в которых 7 детей погибло, 164 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами данных происшествий послужило выезд на полосу встречного движения, превышение водителями установленной скорости движения, нарушение очередности проезда и наезд на пешеходов. Летние каникулы – это для детей отдых, а вот для тех же хирургов-травматологов горячая пора. Подростки, оставшиеся без присмотра взрослых, всегда найдут чем заняться, и не факт, что развлечение будет безопасным. Дарья Эрвазова проявила педагогические и поэтические таланты и подготовила инструкцию для детей, как нельзя делать. Люди разные бывают. Кто по правилам живет, строго все их соблюдает и порядок верно чтет. А для тех, кому вдруг скучно жить без риска и сует, есть инструкция другая. И на каждый день совет. Собираясь на природу, одеваться нужно верно. По последним пискам моды, чем короче, лучше, тем шорты, майка, кепку выкинь, оголяй смелее кожу, так клещам куда удобнее будет закусить тобой. Не бери с собой в лес воду, телефон не заряжай и надень все цвета хаки, в идеале камуфляж. Так ты, даже потерявшись, превратишь все в приключения и подаришь волонтерам увлекательный вояж. Если стало очень жарко, искупаться это выход. Выбирай с умом ты место по безлюдней и в кустах. И не верь табличкам рядом, что купаться здесь опасно, ведь спасатели оценят шанс достать тебя со дна. Ну а если лень до речки добираться, есть идея. Посреди высотных джунглей отыщи родник-фонтан. Залезай смелее в воду. Пусть тебя ударит током и сведет сильнее ногу. Будет веселее врачам. Если лень идти пешочком, самокат – отличный транспорт. Залезай смелее с другом, игнорируй ПДД. Не слезайте перед зеброй и рулите по дороге. Межавтомобильных зебрей. Тротуар для слабаков. Если после приключений ты захочешь подкрепиться, покупай фастфуд жирнее и оставь часа на два. Там размножатся бактерии, съешь такое – сразу в отпуск ты отправишься на скорой, чтобы в больничке отдохнуть. Если следовать советам, лето будет идеальным. С головой тебя затянет авантюр-водоворот. Главное одно лишь помнить – все инструкции печальны. Потому запомни – строго выполняй наоборот. Дарья Эйвазова, Иван Гоголев. Новости по будням. Возможно, слишком буквально воспользовался вредными советами 14-летний подросток из Республики Карелия. Он позвонил в полицию и сообщил, что аэропорт Иркутска заминирован. Парень даже решил представиться во время разговора, правда, не своим именем. Как выяснили следователи, подросток играл в онлайн-игру, во время которой поссорился со своим соперником. Парень решил, что нужно отомстить, поэтому позвонил в полицию, представился именем своего противника и сообщил о минировании. Аэропорт Иркутска злоумышленник выбрал не случайно. Его соперник – житель областного центра. Стражи порядка проверили авиавокзал. Заявление оказалось ложным. А вот наказание у подростка и его родителей будет реальным. Наказание за противоправное деяние, предусмотренное частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта инфраструктура, предусматривает штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет. За текущий период зарегистрировано 9 аналогичных случаев. Ложное ощущение благополучия 30 семей из Тулуна разрушило уведомления о выселении. Жильцы общежития, которое принадлежит педагогическому колледжу, получили документы, в которых им предлагается покинуть помещение. Анастасия Коростелева выяснила, почему людей отправляют на улицу. Тулучанка Татьяна Воронцова держит в руках исковое заявление о выселении из общежития. Комнату в нем женщина получила еще 9 лет назад, когда работала преподавателем в местном филиале Братского педагогического колледжа. Именно ему и принадлежит здание. В 2019-м Татьяна вышла из декрета, но ее сократили. Это и послужило поводом для выселения из общежития матери двоих детей. Иск пришел о выселении из этого здания. Здание признали аварийным. И то, что на нас подали иски в суд о выселении. То, что мы не имеем права проживать в этом общежитии. Мне вообще некуда идти, как говорится. Жилья у меня другого нет. Нет жилья и еще у 30 семей, которые получили подобные письма счастья. Людям приходилось жить в сырых комнатах с плесенью и с гнившими полами. Здание сильно пострадало после наводнения в Тулуне. Поэтому в 2020 году его признали аварийным. С тех пор люди борются за свои права. То есть на протяжении 20-30 лет мы проживаем вот в этом здании, общежитии. Через суд нас выселяют. У нас нет другого жилья. Суд этого внимания не принимает. То есть у нас решение суда уже на руках. Пенсионеров с детьми малолетними, у тех, у кого нет больше никакого иного жилья, их выселяют просто на улицу. То есть без предоставления жилья. И многие жильцы уже потеряли свои дома. Поэтому за помощью они обратились в суд и прокуратуру. На контроле Тулунской международной прокуратуры находится установление обстоятельств, связанных с проживанием и выселением граждан из общежития на улице Ленина в городе Тулуне. Перерассмотрение исковых требований собственника здания, признанного аварийным. Прокуратура оценит соблюдение нов жилищного и иного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Решить свой жилищный вопрос пытаются многие жители Тулуна после наводнения. Представители власти не исключение. Трое депутатов смогли получить статус нуждающихся в жилье после наводнения 2019 года. За что получили компенсации на сумму свыше 13 миллионов рублей. Правда на это они не имели права. Народных избранников задержали и завели на них уголовные дела. Анастасия Коростелева, новости по будням. Некоторые прибайкальцы решают жилищный вопрос строительством частного дома. Правда земля под ИЖС вокруг областного центра дефицит. Но кому-то повезло. В Марково нашлись 3 гектара земель, пригодных под застройку. Выявить их удалось с помощью банка земли. Этот сервис обобщает информацию обо всех свободных участках в регионе. Работает он на базе публичной кадастровой карты. Здесь можно выбрать интересующий раздел и увидеть пустующие участки для строительства дома либо туристической деятельности. Этот проект в регионе действует уже 4 года. За это время на карту нанесли 3,5 тысячи участков общей площадью больше 2 тысяч гектаров. Из них больше 700 земель уже нашли своих владельцев. Самый большой плюс этого проекта, что земельные участки уже проверены. Там однозначно не будет пересечек с землями лесного фонда, с землями сельхозназначения и так далее. Иметь собственный участок или благоустроенную квартиру в многоэтажном жилом комплексе. С такой дилеммой постоянно сталкиваются тысячи людей. Мы решили выяснить, где бы предпочли жить иркутяне. Ответы горожан далее. Я бы за частный дом. Просто сам родился в частном доме, привык к такому формату. И думаю, к этому и приду когда-нибудь сам. В частном доме? А почему? Ну, во-первых, воздух. Во-вторых, меньше народа. Потому что, ну, сейчас квартиры эти все, как бы высотки стоят, много машин вокруг. Понимаете? И вот эти машины, они сводят с ума. Ну, в доме страшно одной. Плюс большая территория, нужен уход. У меня родители живут в доме. И там много нужно ухода за снегом, там за растениями, за деревьями. Сама этим не буду заниматься. Для этого муж нечего? Для этого в том числе. Наверное, собственный дом. Почему? Больше места. Соседей рядом нет. Наверное, дом. Почему? Ближе к земле, как говорится. Свой участок есть. На данный момент квартира. А в чем плюс ее? Меньше затрат на ремонт, на содержание. Я бы то и другое, что я имею. И квартиру, и дом. Как показал наш сегодняшний опрос, большинство респондентов хотели бы жить в собственном доме. Все-таки для каждого человека важны приоритеты в факторах выбора жилья. А для одних это цена, качество, комфорт и безопасность. У других свои понятия о том, какая должна быть жилплощадь или недвижимость. Олег Федоров, Иван Гоголев. Новости по будням. Чтобы приобрести и содержать собственное жилье, нужен хороший и стабильный доход. И тут важно правильно выбрать и профессию, и место работы. О первом сейчас думают выпускники школ, а втором студенты, заканчивающие вуз. В топе самых востребованных сейчас в Иркутской области инженерные специальности. Они нужны в самых разных отраслях. Подробнее об этом в нашем следующем материале. Главные механизмы Иркутской ГЭС – гидроагрегаты. Находятся под постоянным контролем бригады инженеров. Один из них – Кирилл Паркачев. Молодой человек, работает на станции четвертый год. Пришел на ГЭС сразу после окончания Института энергетики Иркутского политеха. Сначала был месяц подготовки, потом экзамен перед допуском к самостоятельной работе. Сейчас Кирилл продолжает обучение в аспирантуре, чтобы по максимуму реализовать себя как профессионал в энергетике. Всегда людям нужен будет свет, тепло. Как всегда будет востребована эта специальность, всегда будут рабочие места. Это очень здорово, что после окончания ВУЗа, при устройстве на работу, сразу передается неоценимый опыт от более старших сотрудников. Вот это здорово. Старший сотрудник и наставник Кирилла – Игорь Гаськов. На Иркутской ГЭС труится уже 15 лет. Ежегодно помогает здесь освоиться и узнать все нюансы пятерым новым сотрудникам. И такое наставничество – норма для всех предприятий компании «Энблюс». В кадровой политике, основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг, уже не первый год делает ставку на молодых и талантливых специалистов энергетических и инженерных специальностей. Для этого запущен целый цикл образовательных программ. Выстроено сотрудничество с профильными вузами и факультетами. Практику студенты проходят на действующих энергообъектах. Много всяких программ. То есть моя карьера, трансформация, где каждый молодой специалист может себя проявить, показать свои навыки, свои знания. И где его обязательно заметят и будут его продвигать по карьерной лестнице. Для меня это ответственно, чтобы подготовить работника, потому что у нас оборудование сложное. То есть для этого, конечно, нужно именно отнестись к этому серьезно. Энергетическая отрасль – одна из самых стабильных и в то же время развивающихся в Прибайкалье. Не случайно и раньше, и особенно сейчас, специалисты этой сферы очень востребованы и имеют весомые преимущества на рынке труда. Олег Федоров, Иван Гоголев, новости по будням. На выборы профессии воспитанникам детских садов еще далеко. Они пока только изучают мир. В том числе знакомятся с цифрами, буквами и родным языком. В этом дошкольникам сразу нескольких районов Прибайкалья помогут уникальные учебные пособия на бурятском языке. Специально для Иркутской области в Улан-Удэ были отпечатаны первые 750 комплектов таких изданий. Они поступят в 57 детских садов у Стардынского округа, а также в учреждения Ольхонского района и села Одинск Ангарского округа. В каждом комплексе 5 учебников на 15 занятий и рабочая тетрадь. Пособия рассчитаны на детей 4-7 лет и предназначены для изучения бурятского языка с нуля. Уникальность этих изданий в том, что в них учитывается особенность местного диалекта бурят при Байкалье. Авторы учебных комплектов – педагоги детских садов, а также ученые-методисты из Иркутской области и Бурятии. В учебниках также есть QR-коды, которые можно отсканировать и услышать аудиоматериалы. Их озвучивали школьники из Бурятии. Только в Устардынском округе бурятский язык изучают почти 2500 дошкольников. Бурятская культура и эпос дают пищу для вдохновения мастерам с мировым именем. В Иркутске открылась премьерная выставка новых работ известного скульптора Дашина Мдакова. Почему жители областного центра смогли увидеть произведение автора раньше, чем публика Венеции? Расскажем далее. Изначально она должна была выставляться в Венеции, но автор решил, что ей место в Иркутске. Двухметровая скульптура символизирует быка, который в бурятской мифологии является одним из прародителей древнейших племен булагатов. Ее и еще 15 работ Дашина Мдакова первые увидели иркутские ценители. Причем в столице региона состоялась мировая премьера. Скульптор привез новые работы сначала в город, который четверть века назад дал старт его мировой известности. Именно в Иркутске состоялась первая выставка Дашина Мдакова. У меня это была судьбоносная выставка, потому что у меня жизнь делится до первой моей выставки и жизнь после, потому что эта жизнь кардинально поменялась. До первой выставки я зарабатывал всем чем угодно, только не искусством, это было невозможно. А после первой выставки я начал зарабатывать тем, чем занимаюсь всю жизнь, искусством. Ни у одной из новых работ нет названия. Так автор дает зрителю самому разглядеть в скульптурах смыслы. Отсюда и название самой выставки ясновидение. Во всем мире Дашин Мдаков известен как творец, который работает с металлами, бронзой, серебром и золотом. В этот раз скульптор нашел вдохновение в другом природном материале. Сначала планировал использовать бивни мамонта, но этот материал ограничил бы автора в размерах скульптур. Поэтому Даши выбрал другой вариант. Для каждой работы Данамдаков использовал деревья сухости. Их собирали в разных частях России, в том числе и на Байкале. Кстати, все 16 скульптур, представленных на выставке, были сделаны полностью из дерева. И с этим материалом мастер работал впервые. В Иркутске представлена все же не вся новая коллекция автора. Некоторые работы Даши Намдакова достигают 15 метров в высоту. И привезти такие колоссы в областной центр оказалось проблематично. Да и найти выставочное пространство было бы непросто. Но даже этот нюанс может сыграть на пользу иркутянам. У каждого зрителя есть возможность самому попробовать представить в этих залах гигантские извояния. Александра Ракипова, Андрей Назаров. Новости по будням. Сколько чебурашек может вместить Братский музей и что общего у Орла с аэропортом Киринска? Об этом мы не только расскажем в нашей традиционной рубрике «Повесточки». Но сначала новости спорта. Иркутский легкоатлет Михаил Шмыков завоевал золото на Всероссийском фестивале прыжков в шестом. За награды в Твери боролись сильнейшие спортсмены из России и Белоруссии. Сибиряк преодолел планку 5 метров 66 сантиметров, прыгнув выше соперников из Москвы. Им достались серебро и бронза. Еще семь медалей в копилку региона наши спортсмены положили на Кубки чемпионов по пароатлетике. На турнире в Екатеринбурге они завоевали три высших награды и по два раза взяли вторые и третьи места. Награды в высшие пробы у Светланы Виноградовой в метании копья, Дарьи Ивановой в толкании еда и Романа Тарасова в беге на 100 метров. Открытый турнир по самбо среди спортсменов 12-14 лет прошел в Иркутске. За звание сильнейших боролись около 100 подростков из семи городов и районов. Мальчики делили награды в девяти весовых категориях, девочки в четырех. Все победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и подарки. Дарья Иванова, Новости по будням. Они планируют сделать город ярче. В Братске пройдет фестиваль муралов. Организаторы выбрали около десятка зданий, торцы которых разрисуют участники. Дело осталось за малым – согласовать этот стрит-арт с собственниками объектов. По замыслу авторов идеи, фестиваль станет самым масштабным облагораживанием внешнего вида домов. Но о других интересных идеях и их реализации расскажем в нашей традиционной рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Почти четыре часа в сутки мы проводим в интернете. И это при том, что вокруг масса куда более ярких событий, частью которых мы можем стать. Докажем это прямо сейчас. Новое здание для аэропорта Киринска придумали иркутские студенты. Они разработали проекты по преображению весьма возрастного объекта – воздушной гавани северного города почти 80 лет. Студенты к делу подошли с фантазией, ведь это был еще и конкурс. Так появились образ орла, ведь Киринга в переводе савинкийского «орлиное гнездо», а еще корабля и якоря. В итоге жюри выбрало три самых ярких проекта. Более 500 чебурашек поселилось в Братском музее. Все это часть новой выставки от местной жительницы Натальи Поповой. Коллекцию с забавными плюшевыми ушастиками Братчанка собирала около 15 лет. Тут и мягкие игрушки в разных костюмах, и всевозможные предметы быта, одежды и даже ковер. К слову, некоторые предметы выставки попали в коллекцию из других стран. Путешествие назад в прошлое можно совершить сейчас в Москве. В столице страны проходит фестиваль «Времена и эпохи». По всему городу проводятся реконструкции исторических событий, экскурсии, выставки и кинопоказы. Так что сейчас в Москве можно стать свидетелем вступления русских войск в Париж 1814 года, окунуться в атмосферу Олимпийских игр 1980-го или перенестись в античный Крым. А еще в программе «138 часов прогулок на ретро-транспорте», «Познавательные программы» и многое другое. А в Америке мужчина построил настоящий замок на зло школьному учителю. Фраза «Ты никогда ничего не добьешься» стала мотивирующей для Джима Бишопа. После перепалки с учителем 15-летний парень бросил школу и пошел работать. Купил землю. Сначала построил на участке небольшой дом, который за 60 лет превратился в замок с винтовой лестницей, витражами, бальным залом и даже собственным драконом. Теперь к Джиму ходят толпы туристов, чтобы посмотреть на это чудо. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт nts.defis.tv.ru Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok